Но это уже не закрытое мероприятие. Нет, наверное, не закрытое. И все-таки вход не для всех. В актовый зал, где перед голосованием ждали выступлений кандидатов на пост ректора, дверь для нашей редакции оказалась закрыта. У нас только аккредитованные СМИ. А почему мы не аккредитованы? А я не уверен, что у вас даже есть лицензия. В смысле? Нет, а почему мы не аккредитованы? До 10.00 была аккредитация на сайте. Мы с позавчера к вам бились. Ну правда, не получали никакого ответа. Вам письменный ответ. Попочете, ждите. Кстати, запрос на съемку мы оставили в канцелярии вуза за три дня до выборов. А вот требование аккредитации на странице ОГО появилось только в день выборов. И судя по напору, нас в любом случае решили бы не пускать. Причина, скорее всего, в том, что издания нашего холдинга давали возможность высказывать свою точку зрения главному оппоненту Сергея Бочарова, профессору Алексею Тишкину, которого в итоге до выборов не допустили. Перед началом обсуждения мы успели собрать несколько мнений о кандидатах и их шансах. У коллектива, наверное, общее мнение созрело. Это должен быть действующий в РИЛе Сергей Николаевич Бочаров. Он уже практически год руководит университетом. За это время вуз прошел успешную аккредитацию, достойно отстоял программу развития, получил дополнительные субсидии. Тем не менее, если коллектив выразит свою другую позицию, коллектив будет работать всегда на репутацию благородного университета. Как оцениваете свои шансы на победу? Высокие. Что можете сказать о конкурентах? В чем ваши отличия по сравнению с ними? Почему нужно за вас голосовать? Очень достойные люди. Много лет проработали в вузе. Знают его проблемы. У меня другой опыт. Я много лет проработал в органах власти. Поэтому в этом мы разные. Здравствуйте. Нет, нет, нет. Да что ж вы мешаете? Кандидатуру Александра Житких перед выборами эксперты серьезно не рассматривали. Ставка делалась действительно на Сергея Бочарова. Дождаться результатов голосования мы решили в холле. Но и оттуда нас попросили удалиться. Здесь вы не аккредитованы. Вам объяснили, что или что? Мы не понимаем русский язык. В данном случае, а вы законодательство не понимаете? Я понимаю. Вот идите снимайте. Вот там где-то на улице. Рядом это тоже территория Алтайского госинверситета. Пожалуйста. Вы не закрытое учреждение. У нас пропускной режим. У нас есть пропускной режим. И там написано, кто имеет право проходить через вахту. У нас написано там, что-то. Пойдемте, я вам покажу. Мы журналисты, и мы имеем право проходить. Да мне какая разница? Ну мне тоже, ну какая разница? Добавим, что мы не нашли в открытом доступе ни одного документа, регламентирующего порядок прохождения аккредитации для входа в ВУЗ. И мы не получали официального отказа, поэтому руководствовались законом о СМИ и имели право пройти на выборы. Охрана вызвала правоохранителей, но и полиция не смогла определить, можем ли мы находиться в ВУЗе или нет. Мы написали заявление в полицию и просим привлечь к ответственности пресс-секретаря Дмитрия Марина за препятствование в осуществлении журналистской деятельности. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Так это работает.